Пойдем смотреть твою часть квартиры и давай заглянем в санузел. Это помещение, оно единственное, которое подверглось перепланировке. Я его немножечко увеличила на 20 сантиметров в сторону прихожей. И за счет этого у меня с этой стороны вместилась стиральная машинка со столешницей. То есть это такая туалет-прачечная, я бы сказала, потому что здесь есть раковина, стиральная машинка. Если мне что-то надо застирать, замочить, то здесь большая столешница. Мне очень все это удобно и комфортно делать. Здесь у меня также получилась полочка, за счет чего? Вот эта стена, она монолитная, и, соответственно, ее нельзя штробить. Вся проводка труб, она как раз проходит здесь, по этой стене. Потому что у нас раковина со стиральной машинкой, плюс за унитазом у нас идет ванная комната. И много труб проходит в этой стене. Чтобы ее не штробить, мы ее увеличивали на нужную глубину. Ну, и опять-таки, чтобы не сжирать помещение прям все целиком, да, по вертикали, я здесь делаю такую полочку. И это, на самом деле, очень удобно. Да, то есть что-то поставить, мне кажется, очень классно. А есть доступ для того, чтобы, если что-то пойдет не так, проверять это? А если бы был в стене заложенный трубой коммуникации, как туда доступ? То есть его точно так же нет. Ну, просто спрашиваю. И второй вопрос, учитывая, что иногда все-таки что-то случается. Ты как дизайнер, как профессионал, сделала себе дорогие трубы и дорогую сантехнику? Вот я имею в виду соединение и вот это все. Или это то место, где можно сэкономить, на твой взгляд? У меня рихау, но, например, сейчас я знаю, что рихау, он либо очень дорогой, либо его вообще невозможно найти. У нас есть наши аналоги российские. Я могу спросить у прораба своего, потому что это классный аналог российского производства, который по всем своим параметрам не уступает тому же самому рихау. Прекрасно. У тебя стиральная машинка? Без сушки. Без сушки, да. Вот, хотела как раз спросить, почему? Я очень хотела АСКО, потому что у меня немножечко другая система. Если во всех машинках во время отжима они все прыгают, и спрыгает один барабан. Вот, то есть она, в принципе, стоит стационарно, никуда не девается. Поэтому я очень хотела именно АСКО. АСКО с сушками, к сожалению, не бывает. И в итоге как ты справляешься? У меня большой полотенцесушитель в ванной, мне его, в принципе, достаточно хватает. То есть я специально его взяла, высокий, большой, как раз для того, чтобы там сушить большую часть вещей. А хочу поговорить еще про раковину, потому что стройная, она так красиво снизу смотрится, не всегда так бывает. Что ты там придумала? Да, это Якоб Делафон. Этот бренд сантехники, он очень классный, он недорогой, но он очень качественный. Это французский бренд, и, например, если смотреть его же во Франции, он там гораздо дороже, чем у нас. Я не знаю, почему так происходит. Возможно, они таким образом пытаются покорить российский рынок, но до сих пор они есть. И, в принципе, у меня большая часть сантехники именно их. Я вообще всем рекомендую. Это прямо вот цена-качество. Отлично. Принято. И еще вопрос про плитку. Потому что что самое дорогое у нас в санузлах обычно? Сантехника и плитка. Да, плитка. У меня вся в Парселонозе Групп. То есть часть Парселонозе, часть Венис, но они вот в общий концерт ходят. Сейчас, конечно, она просто космических каких-то денег стоит из-за того, что ее то отказывались вообще возить к нам. Плюс из Испании трафик теперь совсем сложный.